Хантик врет, кстати, ребята. Хантик врун. То есть все играли, да? Ну, судя по тому, что она была установлена мне на компе, я думаю, что я в нее играла. Отлично. Дин, сразу вопрос. Здесь какие-то баги, задержка будут или у всех равные шансы нажать? Просто я когда после раз играл, там были люди, у кого типа задержка была гораздо меньше, и они прям и башили прям... А там не в задержке дело, ведь там в знании как нажимать надо. А, ну вот, можешь в этом. То есть мы жать как будем? Типа им балансно или прям по-честному? Ну, желательно по-честному жать. А, я помню, я понимаю, о какой игре ты говоришь. Давайте несколько особенностей нашей игры в лиге, так сказать. Давайте сначала нажмем в левый верхний угол на три полоски. Три полоски, прочее, и там клавиши игровой кнопки. Можно поставить space, большинству так удобнее, но можете поставить свою кнопку. То есть вы можете мышкой кликать на кнопочку красную, а можете на выбранную вами кнопку. Вот видите? Вот, все, поставили. Итак, у нас четыре раунда. Первый и четвертый раунды — это общие вопросы. Второй и третий раунды — это вопросы по вашим темам, которые вы заранее выбирали. Темы отличные, узнаете их. Особенно мне нравится Артура, злого темы. Бля, аниме? Наверное, киски. Бля! Милан, спасибо большое за рисунок. Если аниме, это Габбелла. Да, это Габбелла. Не, ну видишь, это его тема, он на нее и будет отвечать, правильно? Понятное дело. Ну там по две темы от каждого участника, так что не переживайте. Особенность вопросов. После того, как вы нажали, у вас есть 10 секунд, чтобы дать ответ. То есть времени достаточно немного на размышления. Если это кот в мешке или аукцион, то на такой вопрос будет 25 секунд на размышления побольше. Кроме того, вопрос появляется не сразу, он пишется постепенно на экране. Получается, если вы раньше, чем остальные по предославленной информации поняли, что это такое, то нажимаете, соответственно, когда поняли. Но, опять же, слишком рано не советую нажимать, а то уже некоторые пропадали в просаг. Ну, из основного, наверное. Фальстартов нет? Нажимаете, когда поняли, о чем речь. Да, давай. Если достается кот в мешке, его нужно обязательно отдать, и там будет две суммы на выбор, за которую играете кота. В каждом раунде два кота и два аукциона, финала нет, только четыре раунда. Ну что, готовы? Да. А вот Алексей не готов. Почему? Нажать кнопочку. Ой, извините, простите. Так, у нас Юля Ляшева поплыла. Да, у нас плывут немножко люди. Да, что ты, Юля, а куда ты уплываешь? Киньте ей, пожалуйста, спасательный круг. У меня вообще все круто. А попробуй обнови страничку ОБС Ниндзи. Модератор, сделайте, пожалуйста, ставку, кто победит в первом раунде. Кто-то из Ли ЧБ Алексея или из Юли Хантика Злова. Дэйма Солтфред, спасибо большое за подарки, ребята. Спасибо большое. Соответственно, кто-то из левой части или кто-то из правой части? Не по сумме, а просто кто-то из них. Юля, а ты обновилась? Блин, да, почему-то у меня... А, все, все нормально. Теперь злой поплыл. Злой обновить, пожалуйста, тоже. Юля, это спасло. Витя, ВИТЯ! Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, все, злой работает, все работают. Нет, злой плывет. Короче, периодически это почему-то происходит сегодня в Ниндзе. Я обновился, но мне опять надо шарить камеру. Слушай, с Ниндзей на самом деле проблемы в последнее время большие. Что-то плыть все начинают. Может, там какой-то перегруз? Ого! Я пропал вообще? Да, ты сейчас пропал, но ты, может быть, ты как Юля, а через какое-то время появишься? Share your camera. Руфл в том, что я не могу дать ссылку, у меня ее нет. Это автоматически сейчас все нормально будет, мне тоже не было. Нету ссылки у меня. Никитар, спасибо большое за Донателлу. Все, злой, ты вернулся. А, ну все, погнали. Все, отлично. Так, шкалер, не подведи, 50 копеек на тебя в дворе поставил. Это тебе, видимо, Хантик. Ну что, не подведите все. Ребята, стартуем третью игру. Лиги, свои игры, все уже в сборе. Спасибо большое, что пришли вовремя. Пог. И Алексей опять не нажал, готов. А почему он сбрасывается? Не знаю, Алексей, у остальных не сбрасывается. Может, ты два раза нажал. Сейчас нажал? Нет. Ну и вот же. Подождите, а куда нажать? А, вот, все, извините. Ура, Алексей нажал. Сюда. Простите, простите. Чатик, делайте ваши вставки. Всех нормально слышно или кого-то тише, кого-то громче? Напишите мне, я буду править, если что, в Дискорде. Итак, темы, которые сегодня будут. Дам, 100, КСГО, Твич, актеры и роли, актеры и актрисы, алкоголь, аниме, вымышленные языки, Гарри Поттер, две буквы, животные, здороваемся в песнях, картинки со звуком, компьютерные игры, кулинария, молодые, от Ж до А, рисование, русский рэп, слова на О, смартфоны, только и фильмы. Были, в том числе, и темы участников перечислены. Итак, первый раунд. Да, угадайте, чья тема алкоголя. И чья тема? Я, 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 в этой теме тоже могу разъебать, Алексей. Тема первого раунда. Картинки со звуком, актеры и роли, слова на О. Напомню, это общий раунд. Буквы, от Ж до А, вымышленные языки. Итак, шесть с тем. Картинки со звуком, я думаю, понятно. Актеры и роли, понятны слова на О. В ответе слово будет начинаться на О. Две буквы, ответ состоит из двух букв. От Ж до А, начинается на Ж, заканчивается на А. Например, жопа, вымышленные языки. Там речь о вымышленных языках. Кто желает начать? Я. Лея, давай начнешь ты. Я начинаю. Вы, собственно, спрашивали. Страшно как-то. Ну, выбирай. Есть, есть, у меня реально есть мнение. Давайте две буквы. Ну, боже мой, две буквы 300. Две буквы за 300. Эти буквы объединяют ствол. Кто-то нажал? Нет. Я не нажимала. Эти две буквы объединяют ствол и марку Ауди. Объединяют ствол и марка Ауди. Ну, давайте, марка Ауди. Какая у них есть? Да, абсолютно правильно, Алексей. А, ёлка. О, чего? Точно, блядь. Ну, типа. Чего, блядь? Ауди только две. Ну, ТТ тульский токарев. Тульский токарев. И ТТ Ауди. Понятно, я с Украиной, блядь. Не похуй, какой-то токарев там. Слышишь, я не понимаю, блядь. Слушай, ну ты же Ауди ТТ, знаешь. Я в машинах не шарю. Алексей, я вас немножко опустила. Так, две буквы за 200. В эту страну вела дорога из желтого кирпича согласно сказке. Какого нахуй кирпича? Я нажал, да, вроде? Страна ОС. Алексей, абсолютно правильно, страна ОС. Понятно, пенсионерские ответы, блядь. А что мы еще смотрели? Может быть, Пиноккио, блядь. Гулей лагает? В смысле, что запрос нормальный идет обор вопроса. Я слишком молод. Две буквы за 100. Расхожий комплимент противнику или союзнику в компьютер? Зволь. Что еще раз? Гэгэ. Да, абсолютно правильно. Держи, абсолютно правильно. Комплимент. А, тут можно нажимать еще во время чтения вопроса, правильно я понимаю? Да, именно так, Алексей. Да, как я и говорила, там поочередно. Не поочередно, а постепенно зачитывается вопрос. Две буквы за 400. Это марка самолета, фамилия человека, бравшего золото Олимпиады в шорт-треке. Две буквы. Марка самолета и... Петр Я... Злой? Я же нажал! Ис? Нет. Нет, неправильно. Блядь. Петр Ян. Две буквы, Алексей. Самолет... Фамилия Ян. И самолет Ян. Да. Это неправильный ответ. Почему? Пиздануться просто, блядь. Потому что Алексей... Интересно. Если никто не знает, да? Он Су, да. Бурсу, Су. Реально. Не, не, не. Да какое Су? Не было такого. Юля. Какой нахер? Су? Су? К сожалению, нет. А, я перепутал. Я перепутал вообще. Я перепутал вообще. Я, пожалуй, просто не буду отвечать. Я перепутал. Минус 400. Боже, я перепутал вообще не то сказал. Я и думаю. Понимаешь, у меня, представляешь, у меня картинка. У меня картинка вот этого вот, он же из Кореи, вот этот парень. Если я не ошибаюсь. И он вовремя принял российское гражданство. Именно так, именно так, да. Да. И я вижу его перед собой и говорю, Пётр Ян из UFC. Чего происходит у меня в голове? Чего Пётр Ян такой уверен? Я ещё приспросила. Господи. Лея, обнови, пожалуйста, бейс-миндио, а то у тебя что-то там запаздывает. Сори, это ну просто бред. У меня что-то затриггерилось в голове. Да бывает. Я не знаю. А я здесь сижу и слушаю, и ты меня запутал даже. Я думал, что Пётр Ян из UFC. Я понимаешь, я сам вопрос запутал. Ян, Ан, понял? Ну типа вот, ну, две фамилии. Ну, некоторые я знаю, да. Ну, бывает, бывает, Лёж, да. Там Александров, кстати, в битцах передаёт удачи всем. Алексей Алга, Казахстан с тобой. О, Казахстан, салам алейкум. Чадик, все по звуку нормально? Или как-то тише кого-то громче напишите. Походу придётся новую ссылку шерить, да? А подожди, а ты разлагаешься, если ты обновила? Блин, у меня ещё хуже стало. Как я проиграл эти поинты. Ребята, это изи плюс 400 было. Я не понимаю, потому что я не знаю. А как так получилось? Да, я вообще не понимаю, как так получилось. А ты фотку, что ли, вставила? Я ещё и лебеду сносил. Нет, но у меня... Нет! Почему-то по какой-то причине у меня жутко залагало, и я теперь такая была. Так, что тебя братья слагало. Попробуй ещё разок. Просто обновись. Сейчас у нас Лёж. Но походу придётся новую ссылочку сделать. А его Виктор звали, да? Да, да, Виктор. Нормально, Лёж. Меня, да, Виктор, зовут. Вебка нормальная. О, Лёя, хлопни в ладоши. А, у тебя звук по кнопке, да? Ээээ, нет. Ну ладно, вроде нормально сейчас. Хотя... Да, нормально. Погоди. Точно норм? Хлопка я не слышу, но губы вроде как надо шевелятся. Почему-то хлопков вообще нет. Это так, наверное, заглушает. Да, видимо, у тебя глушно. Вроде нормально. Иногда тебя пикселит, но это у всех. Let's go. Продолжаем, продолжаем. Злой, выбирайте. Обида будет. Сложно вот это с двумя буквами. Давай, злой. Добиваем две буквы. Инженер-кораблестроитель Евгений Замятин создал этот роман-антиутопию. Мы? Да, именно так. Марк. Молодчик. Как он это знает? Школьная программа дает о себе знать. Вить. По-моему, это не школьная программа. Давай. Ну, у меня в школе это было. Актеры и роли за 500. Итан Хант, Тайлер Кольт, Рой Миллер. Назовите актера, исполнявшего этих героев. Роли этих героев. А, это герои? А, это герои. Да, да. Я не буду тоже. Мне в разумею этих дипломок не буду слушать. Я тоже, потому что я не знаю. Я знаю одного, но не хочу. А-а-а-а! О, Груз, да. Человек прям все как один. Я побоюсь. Итан, это этот из Миссии, да? Да, да, да. Не боялся. Да, Итан, да. Актеры и роли за 300. Опа, кот в мешке. Отдавай, Хантик. Злой? Ах, ты ж че, блядь. Я не знаю актеров. Я пойти с нич, блядь. Злой. Какая-то и лига с игры, блядь. Злой, будем играть за 100 или за 500? За 100, блядь. Конечно, не за 500, блядь. Мне уже минус 300. Ну, чтобы выйти из минуса. Веливонка, Рауль Дюк, Суини Тотт. Ну, зови актера. Легко. Я ебу. Я не запоминаю ни актеров, ни их ролей. Лей, обнови, ты у нас еще раз вебку. Кликаньтик, давай, подумай. Ну, давай, Веливонка, Суини Тотт, ну. А, Дэй начинает. Чарльз Шоколадный Фаблик. Не подскажите, пожалуйста. Дениру, Руберт Дениру, блядь. Хороший. Правильный ответ, к сожалению. Это Джуди Дэпп. Я не запоминаю. У меня нету памяти. Это прикольно было бы. Я не знаю, серьезно. Я типа не знаю актеров, которые играют. Злой, выбирайте категорию. Картинка со звуком, похуй. Картинка со звуком. Ээ, блядь, я хочу. Итак, Юля. Ээ, блядь. Это Давид с каникулом Мексик. Он говорит. Я знаю, он не Давид. А, да, это жестко, да, это жестко. Засчитываем. Она просто взяла, да, я помню, помню. О, блядь. Это жестко. Это Демид, Демид. Демид, точно Демид. Легенд надо знать, Юль. Легенд надо знать. Простите. Демид Тресинову помилил. А, ничего себе, знания. Погнали дальше. Картинка со звуком. Ой, это охуя знает. Блядь, я помню. О, я ответил. Ну, у меня плохая тектика, я ее придерживаю. Именно так, Витя, правильно. Красавчик, удачи, 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 удачи. Блин, я нажал, не нажал. Мем, мем, это мое. Витя раньше нажал, видимо, Леш. Я могу нажать, так актеры. Говард Хьюз, Ромео, Джек Доус. Я нажал. Она рода Ди Каприо. Именно так, Хантик. Молодец, молодец. Что я тут делаю? Где выход? Так. Актеры роли. Лара Кроф. Я нажал, мне похуй, я первый нажал точно. Это правда. Ты нажал, Витя. Ты что, забыл? Витя. Витя. Надо выпить. Витя и, к сожалению, время... Жена Брэта Питта, нахуй. А, время все? Да, время стекло, к сожалению. Господи, я не знаю, как такое имя может выпустить с головой. Сука, жена Брэта Питта. Анжелина Джали. Блядь, дьёбаный род этого казино! С именами, у кого то же самое с именами, как вы? Бывает, бывает. Блядь, я знал, кто это. Я знал, ладно, я знал. Я все фильмы с ней смотрел, я дрочил. А, актеры и роли за 100. Геракл, Конан, Варвар. Да, я нажал. Шарстнеггер, Шарстнеггер. Да, именно так, Витя. Что я нажал? Витя раньше. Не, я на пробел нажимаю, если что, Алексей. Не, не, я тоже, брат, я тоже, нормально. Я Юлю приглушила немножечко. Ну, давай, Витя. Витя, выбирай, давай, выдохни и выбирай. Картинки за 500, со звуком. Я нажал. Да что ты, твою мать, несешь? Да, или что ты, блядь, такое? Злой был быстро нажал. Очень быстро. Злой ты, кайсер, жесткий. Так, злого убавить сейчас. Картинки со звуком. Аааа. Злой, не страхуйся. Не страхуйся, не страхуйся злой. Блядь, не, не, не. А, нет. Узлого сейчас нажата и нет ответа у Артура. Блядь, я забыл. Я жму. Блядь. Фиаска, братан. Это фиаска, братан. Фиаска, епаный, блядь. Ебать, я вылезла. Хорош, Юля, хорош. И за 100. А, ебать. Хантик. А, я знаю. Ты знаешь, Хантик. Вспомни. Ты уверен, что я знаю? Да, ты знаешь, брат. Чё ты, блядь, какая музыка здесь играет? Чё-то такое? Не-не-не. К сожалению, нет времени с деклом. Я чё-то не помню, что фразу. Очень плохая музыка, очень плохая. Да, Алексей Суверзо. Алексей ещё так произнёс. Слова нового. Давайте попробуем, что это такое. Опа. Ставочка. Ну что же, первый вопрос. Аукцион. Ваши ставки, дамы и господа. По очереди ставим. По очереди. Минимальная 200. Дойдёт очередь. Если кто-то идёт ва-банк, то остальные могут либо посолить, либо пойти ва-банк. Я иду ва-банк. Тебе нечем. Хантик тоже идёт ва-банк. Раздел физики, в котором изучаются закономерности световых явлений, называется так. Слова на О. Нахуй явлений, блядь. О. Раздел физики. Это легко. Физика на О. Да я ебал. Да ты же знаешь, ты же... Как тебе сказать? О. Так не даже было. Охуеть. Да, охуеть. Я не знаю физику вообще, блядь. Я не балам. К сожалению, нет ответа. Блядь, для сотки это сложно, кстати. Я вообще не ебу, блядь. У тебя они на глазах. Блядь! Оптика. Так это аукцион. Его... Ну ладно, похуй. Бывает. От G до A. Начинается на G, заканчивается на A. Именно она была символом конкурса Евровидения в Москве в 2009 году. Как возродилась, никто не видел. Подожди, начинается на A, заканчивается на G? Нет, наоборот. Начинается на G, заканчивается на A. Я не знаю. Женщина. Женщина? Как возродилась, никто не видел. Женщина. Обратите внимание, как возродилась, никто не видел. А, стой. Алексей? Да, птица? Да, именно так. Именно так. А, через тире. Ну это, блин, два слова. Офигеть. Чисто спасибо за подсказку, Дина. Только возродилась. У меня в голове только жопа звучит. Как возродилась, никто не видел. Да, после Дины, блядь, только жопа. Я думал, Феникс. Церемония, так, ножи. Опять же, ножи. Церемония отбора атрибутов в цикле фантастических романов «Голодные игры» называлась именно так. Пишатова? Да, верно, Хантик. Молодец. Блядь, это пиздец. Да. Да, Артур. За 500. Я тоже так думаю. Эта целебная смолистая масса выделяется из разрезов на хвойных деревьях, предохраняя древесину от вредоносных влияний. Сука, мы ее жрали еще в детстве. Как она называется? Мы ее в детстве жрали. Нет, мы смолу жрали. Нет, нет, да, это не то ли. Я тоже про смолу подумала. Пишут «жижа». Нет, нет, как ты не думал. Я тоже хотел сказать «жижа». Ой, зря тогда озвучил, а то злой нажал бы сказал «жижа». Живица. Живица. Редкое такое слово. Бля, ну. Я часто использую. Опа. Кот в мешке кому подкинешь? Злой. Эй, ты нахуй! Злой. На этот раз играем за 100 или за 500? Что он меня... За 100, блядь. Ебал рот этого кантика, блядь. Душит меня со свинешкой. Да блин, злой, ну. Да я наоборот хочу, чтобы ты выиграл. Как выиграл, я не знаю этих букв, блядь. Сейчас еще с русской историей что-то будет. Злой. Песа Гоголя о сватовстве Ивана Подколесина называется именно так. Я не читал русскую литературу. Подожди, просто подумай логически. Гоголя ты не читал? Нет. Слово сватовство по-другому. Слово логическое... Начинается на «Ж», заканчивается на «А», связано со сватовством. Женитьба, женитьба, женитьба. Да, молодец, злой, считай, блядь, а ты пиздец. Спасибо, Квик, ты лучший. Я вам не ответил. Чат, я поэтому уточнила, потому что Гоголь украинец, да. Итак, Джеда А. На самом деле это плод трудов моллюска по самозащите. Это образуется, когда внутрь раковины попадает посторонний предмет. Моллюск, раковина, ноже. Ну только шемчужина не знает. Именно так, Алексей, все верно. Именно так. Блин, такие длинные слова, блядь, после жопы вообще не идут. Что еще есть в раковине, шемчужина и моллюска. Лись. Слова на «О». Жиже. В переводе с малайского и индонезийского языков это животное означает «лесной человек». Смотрите, животное на «О». Обезьяна. К сожалению, нет, но ты был недалек. Я имею в виду, ты был близок. Арангутанк? Да, именно так, Юль. Я почему-то его сразу пристала. Обезьяна. Ну я сказал, блядь! Блядь, что-то сложно пока. Образное сочетание противоречащих друг другу понятий в литературе называется так. Ну или лучший батл рэпер России. Ну я нажал! Хантик. Уксимурон? Да, Аксимурон, да. Хантик, ты ответил по первому предложению или по последнему? Не, по последнему. Я хотел амонимы сказать. А я он-то анимы. Именно он проиграл горе в бою перед богами за участь Тириана Ланнистера. Хотя смертельно ранил Григора Клигана, вонзив копьёву в грудь. На О. Но не хотел добивать его, пока не услышит признания. На О. Смотрите, красавчик такой. Как ты назвали красавчика? Как помнил? Оберин! Оберин! Отменяй, ЧБ, ЧБ. Оберин. Да, именно так. Правильно. Да, да, да. Пиздец, блядь. Пиздец, да. Блядь, мы тебя его расквасили, потом нам будет. Это ты за Анджелию Джолета Грасса. У меня даже минуса нет. Мне стыдно. Слова на О, не переживай, Лея. Первый в мире он появился как средство профилактики от чумы. Вот это непростой вопрос. Ответ простой, и вас удивит, кстати. Ответ лекарства? О, миха. Нет, нет. Ты даже и не подумаешь, что связано с этим. То есть не по назначению тогда это получилось. Огурец. Нет. Одеколон. О, блядь. Но его до сих пор используют для лечения чумы, мне кажется. Для лечения трезвости. Давай, Вить, давай соточки начнем. Убей, Вить, спасибо огромное за двумя, самый важный месяц пошел. И это, кстати, самая сложная тема первого раунда. Новояз был изобретен этим писателем для романа Антиутопия 1984. Но это вы должны взять. Пиздец, блядь. Давайте, сейчас на слуху популярно. Кто написал 1984 год? Кто ебет вообще? Мы стримеры. Можно? Не, не, гуглит нельзя. Ну, Орл. Ну, Хантик, ты же знал Замятина. Чего ты про Орла не ответил? Блядь, если я знал Замятина, это не значит, что я Орла знал. Я в душе не ебал кто такой Замятин. Я просто запомнил ответ. Давайте сто. Блин. Вымышленные языки за сто. В книгах о нем использовался язык Парсельтанк. Гарри Поттер. Ну, я же нажал. Именно так, Хантик. Наоборот. Парсельтанк я сразу сказал. Сразу понял. Его разработал Марк Окрант по заказу Paramount Studios для инопланетной расы вымышленной... Вымышленной вселенной одного сериала. А, сериала, да? Да, язык для инопланетной расы. Да-да-да. Я не помню, я в аватаре вообще не помню. Я вообще по языкам, блядь, только женским, и все, блядь, я не понимаю. Что это аватар? В общем, когда услышите, вы сразу вспомните. Клингонский язык. А, это не которые вот эти, жаба общалась на Клингонском, нет? И Звездных Войнов, не она? Не, не Звездные Войны. Вот эти, не помню. Звездный Путь, наверное. Стартрек. Блядь, только не вопрос с секретом и мне, блядь. Хантик выбирай, Хантик. А, я выбираю. Это со ставкой, ваш ставочки. А это вопрос будет по этой же теме, да? Да-да-да-да-да. Ну, нет, я пас. Слишком сложная тема мне показала. Хантик такой рисковый. Ты, там нельзя было... Языки Средиземья придуманы этим великим писателем. Средиземье. Ну, это ты тоже знать, нет? Да, это легко более-менее. Я знаю. Ну, давайте все скажем, что легко. Хантик вываливается из камеры. Я не знаю. Не вспомнишь? Я знаю. Эх, вот злой знал. А, что, взлай! Блядь, толкин! Засчитаем ему? Толкин, блядь, я... Конечно. Конечно, давайте. Так, конечно, все. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Блядь, злой. А кому спасибо? Ты только что тебя обеспечил на еще один вопрос, блядь, секретом, если мне выпадет он. Я сказал да! Не пизди, не пизди. Мангане, язык обезьян из романов о нем, а также слово, которым обезьяны называют сами себя. Роман обезьяны. Обезьяны. Я могу рискнуть, но страшно. Не, я не знаю. Обезьяны. Это проще, чем вы думаете. Блядь, рискнуть, не надо? Рискнуть, не надо? Слушай, ну, сам смотри. Ну, блядь, я рискну, наверное, тарзан? Да, именно так. Хорош. Лучше, брат. Лучше. Языки надо уладывать. И на последние вопросы... Я не понимаю логику вопросов. Я тоже. Очень сложно. Типа, нужно вопрос, ну, язык отгадать, или кто его написал, или что? Ну, злой, смотри, вопросы первого раунда уже закончились, но да, в этой теме нужно было назвать язык. Так а почему они называют тарзана, блядь, или толкин? Ну, последний вопрос тарзан. Смотри, в зависимости от того, что спрашивается в вопросе. В большинстве вопросов спрашивался язык, но где-то спрашивался... Ничего не понятно. ...персонаж или название. Да, сложно. Я лупый для такого. Да нормально, слушайте, нормально идете. Итак, подводим итоги. Да, я очень. У Витти Читбанта 1100, у Алексея 600, у Юли 300, у Хантика 900, у Злова минус 200. Нормально, нормально, нормально. А чатик ставил на всю игру или на первый раунд? На первый раунд. Так что сейчас он будет делать ставочки. О, поздравляю с баллами, ребят, он на нас поставил. Сейчас... А там не на вас, там на кого-то из вас ставят. Ну, на тройку нашу. На нашу тройку. Да-да-да, нашу тройку, да. А сейчас модераторы сделают на второй раунд. Ну, точно такая же ставка, у кого будет больше из двух троек. Так что запилить, пожалуйста, прогнозик. Дин, если там вопросы какие-то, я в левую часть монитора смотрю, потому что я тут казик круче. Нет, во вне. Обсуждаю, Марк, тебя, кстати. Да, ты смотришь? Я просто... Ну, бля, надо как-то начал. Развлекаться, да? Лучше бы в час смотрелся. В тактушке. Нет, чё. Нет, чё. Нет, чё-то. Нет, чё-то не смотрите в час, пожалуйста. Напомню, во втором вопросе, во втором раунде будут уже ваши темы. Так что встречайте их. Будет легче, хочешь сказать, ну чё-то я сомневаюсь. Или сложнее, или стыднее. Ну, вообще стыдни совсем ничего. И чё-то не знаете, супернормально. Второй раунд. Владимир Хиль, поаплодируем Владимиру Хилю. Спасибо вам за Сигей. Тема второго раунда. Гарри Поттер. Ну, чё-то тема. КСГО. Найс. Русский рэп. Аниме. Твич. Животные. Неплохие темы, я считаю, вполне. Нет, только вот русский рэп бы я убрал бы аниме, бы убрал, конечно. Выбирать злой. Злой выбирает аниме. Этот фильм 95-го года многие называют иконой жанра меха. Библии анимешников. Евангелион. Ты чё, дурак? А никто не нажал пока что, если что. Евангелион. Да, именно так. Блядь! Злой! А ты знал, ты знал? Годно, блядь. Пиздец. Злой, ты знал? А почему я отвечаю впервые злого, блядь? Я не понимаю. Ещё и не нажимаешь. Твич за 400. Лео Мэдисон в 2019 году получил бан за шутку с ним. Я нажал Коран. Нет. Нет. Потом пришлось доказывать администрации Твич, что он не настоящий. Пистолет. Именно так. Витя, поэтому иногда... А это было на ютубе. А на ютубе было, да, это те истории, всё. Иногда следует дослушать. Русский рэп за 200. Есть минимум три официальных версии его смерти. А, блядь. Хантик? Их же много кто умирал. Ну пусть быть тупак, я просто про смерть. Нет, неправильно. Да, да. Так, заслушаю. Уф! Да, злой, молодец. А, русский рэп, блядь. Русский рэп, блядь. Это русский рэп, блядь. Блядь, тупак, русский рэп, понял. Да я, блядь, забыл, что это русский рэп. Угадайте, чья тема русский рэп, кстати. Лёха Кчелкина, осторожно, рэп. Алло, я не ставил, блядь! Ты нажал, поэтому ты автоматически ставишь. Какого хуя? Ты играешь злой. 1 апреля 2020 года этот стример побил давний рекорд. 600 часов трансляции за один месяц. Легко, брат. Это... 20-й год. Вика Картер, что ли? Да, именно так. О, и злой вырывается вперед. Я не знал. Твич за 600. Я знала, но мне нельзя было ответить. В 12-м году эта компания приобрела твич. Я нажал Amazon. Именно так. Именно так. А что так легко? Почему такие быстрорукие вы все? Что это вышло? Вы садитесь, кстати, чтобы быстро-рукие. Моя тема. Сейчас будет. А, нет, здесь нет моей темы, кстати. А чего? Кто там апелляцию отправляет? Алло. Я не знаю. Я нажала, что он правильно ответил. Не отправляйте апелляции, пожалуйста. Давай, Витя. Здесь моей темы, кстати, по-моему, нету. А, Лиха, сгомая тема была? Твич также говорит, когда банит. Я Гарри Поттер хочу за косарик. Опа. Гарри Поттер за 1000. Именно это животное Патронус Гермиона Грейнджер. О, охуеть. О, охуеть. Автор этой темы. Птица какая-то нет. Хантик. Не автора заказчика этой темы. Хантик. Не, не помню. Кошка, кролик, хуйло. А сейчас знает. Я проверю. Кот пусть будет. Если кошка, пусть будет кот. Это неправильный ответ. Минус 1000, Алексей. Не, я не помню, но у нее Патронус. Выдра. Это выдра. Я думал, Хантик перетислил все, но я думал, что... Давайте ксго за косарик. На этой карте в кс 1.6 не было баланса. Защита легко блокировала ключевые выходы на точки. Злой. Ассоут. Как? Ассоут. Нет. Она есть в ксго уже. Отстэк. Это карта нет в ксго, правильно? Нет, неправильно, Алексей. Это карта нет в ксго сейчас? Так что террористам приходилось очень не сладко. А, Витя, нажимай. Обычно игра за атаку превращалась в пытку. Поэтому на респауне... Нет, нельзя. Поэтому на респауне террористов часто можно было встретить тех, кто находится АФК. Ну я попробую рискнуть, блядь. Италии. Нет, Италии, может быть. Неправильно, Витя. Брат, это меншин, мне кажется. А, меншин. Я скоро вперед так вырвусь, слушайте. Мне кажется, меншин, потому что они стояли. Можь меншин. Еще чуть-чуть. Блядь, Вероха! Вы сейчас что-то попробуете. Я не знаю. А почему вы... Почему у вас тема ксго, а вопрос про кс16? Футбол дэй, блядь. Что это же про кс? Дэдаст. Дэдаст. Включайте, кто написал вопрос неправильный. А почему вы... Вовсе неправильный, да. Вы не согласны с этим вопросом? Верните баллы. Вообще не согласен. Нет, смотри, тема ксго на вопрос про кс16. И дэдаст... Ну, типа вот наши варианты были гораздо логичнее. Я думаю, чем согласится. И аса, аульты, меншин, и так, и... И отстек, все было. На дасте 2 баланс не такой хуёвый, как на том же перменшине, предположим. Плюс-плюс. Ну, скажем так, вопрос. На первом дасте там был выход через арку. И типа эту арку контролили, может быть. Но хз. Часть чата пишет... Верный вопрос. Это не даст 2. Это единственное, что... Единственная проблема в том, что это вопрос не по ксго. Вот в этом. Да, как минимум, как минимум. Ну, короче, было бы круто, всем бы баллы откатить за этот вопрос. Не-не, не откатывай, пускай это не откатывай. Чата, вернуть баллы, вернуть баллы. Ну, чата, как, ну, тема ксго, а вопрос про кс16, ну, как норм. Ну, а что, блядь? Это в кс? Блядь, ебать, ты машнишь за эту тысячу аниму, видите? А чей это вообще, чей это тема вообще? Ответи на русском. Да, если или под фильмом, блядь, будет в аниме. То есть это его тема? Так фильмы тоже аниме есть, блядь, алёк, полнометражки. Машин заказа! Что это то, чтобы вернуть, кто ещё? О, чей раз ответ в чате, верни баллы пацанам, кроме хантика. Так, а кто отвечал у нас на этот вопрос? Я отвечал. Минус триста. И ханти, ханти, ханти. И ханти, ханти, ханти. И ханти, ханти, ханти. Ага, злой, а чё ты начал мать? Ну, если всем, то всем, блядь. От этого шарен? Так, минус триста, ханти, где семьсот было, да? Да. У меня тысяча была. У меня тысяча тысяча двести. Ты, хантик, не играй, пожалуйста. Чат вообще не по делу, чат. Я ждал от вас больше, кстати. Так, чести, тысяча триста? Типа здесь вопрос, ну, реально, очень подъебистый, так ещё и не совсем по теме. Типа и чё, треста. А кто ещё отвечал, Алексей, да, отвечал? Да, я, да. И я отвечал ещё тысяча двести. Нет, ты не отвечала, Ляша. Я тоже отвечала, правда. Пизди-то знаю, блядь. Ебать с нич. У нас с нич в команде. А я вернула злому, хантику, Алексею и Вите. Всё правильно, да? Лея и Юль не отвечали, да? Да. Ага. Да, всё. На Машниле поздравляю всех. Я, у меня главная стабильность. А, злой не отвечал? Подождите. Отвечал, алё. Отвечал. Отвечал. У меня красная иконка горит. Я, да, отвечал. Ты обманул? Нет, у меня красная иконка горит. А, вообще правда горит, слушай, да, всё нормально. А, чё-то просто смеётся, я поняла. Кстати, интересно, у меня хоть кнопка работает или нет? Продолжаем. А, проверишь ли я как раз. Так, я нажимаю. Витя, выбирай. Я тыкаю твич до 1000. Гитариста группы Dragon Force забанили за нарушение авторских прав. Он очень возмутился. И платформа вскоре бан сняла. Я не хотел рисковать, но дослушав до конца, я уверен на 100%, его забанили за его же песню. Да, именно так. Да, именно так. Блядь. Такой езженый вопрос. Понятно. Так, ладно, Зинь, русский рэп, заказать. Я боюсь русский рэп. А, да, хотя русский рэп, не надо сглаза 800. Ладно, давайте русский рэп заказать, давайте. Пару скрыть залуп на тебя, ну, конечно. За свою карьеру он успел побывать и киноактером в жаре. Блядь, я хотел ответить. Это Егор Крид? Нет. Нет, к сожалению, нет, неправильный ответ в виду с 1000 лей. Тимати! И это тоже неправильный ответ. А, нет? Я ебал отвечать. Чё? И в эпизодической роли в «Обитаемом острове» Фёдора Бендерчука. И поучаствовать в многочисленных скандалах с самыми известными рэперами России, такими как Драгу, Гуф, Баста, Оксимирон, сейчас мало востребован. А кто в жаре был? Может, Таха? Да, именно так, Хантик. Красава. Ну, я только по конфликтам понял, он же с ними всеми. Плюс косарь. Плюс косарь. Надо отрабатывать, чёрт возьми. Гарри Поттер, она родилась во Франции примерно в 1977 году. Поступила учиться в Академию Шармбатон. В 17 лет приехала в Англию составить делегации своего учебного заведения для участия в турнире трёх волшебников. Лея Делакур. Как? Делакур. Ну, Лея Делакур, как-то Делакур у неё фамилия. Ну, я думаю, засчитаем там. Да, Делакур. А, Флёр, извини. Да, да, хороший Алексей. Лея, это я на Лею просто посмотрел. Хантик, а почему ты на свою тему не отвечаешь? Сомневался. Пятый альбом Born to Trap этого испанского рэпера дебютировал? Да, блядь. Кизару? Да, именно так. Чего на меня нажимать? Мне стыдно, мне стыдно. Пожалуйста, не давайте баллы за этот вопрос. Можно мне? Витя, откатить тебе баллы? Не-не-не, это я кизару лучший, кизару! Ну, ладно. Так, давай попробуем. Блин, не, не мы точно, я не буду торговать, тишь за 200. За последние несколько месяцев 2020 года он установил несколько рекордов. Например, в конце ноября шоу-матч с участием... Бустер? Да, именно так. Плюс 200. Да. Корсава. Не идет, не идет, не идет. Так ты не нажимаешь на кнопку. Вообще не идет! За тысячу животные. Тема Леи. Кем по заявлению режиссера и продюсера мультфильма Король Лев являлись друг другу Шрам и Муфаса? Имеется в виду родственная. Братья? Нет, это не так. Все острый, блядь. Просто... Это было бы слишком просто. Я ебал отвечать, я хотел, чтобы Алексей Касальсли. Дядей внук. По заявлению режиссера и продюсера мультфильма. Я боюсь. Я по мультику они были братьями, вроде как. Он был братом мой. Но я... Скорее всего... Мне тоже страшно. Вопрос! Это разве животные? А-а-а! Это вообще-то как бы мультфильмы, фильмы. Вот это все. Они сами друг друга называют братьями, но братьями не имеют. Да-да-да-да. Это фига не моя рубрика. Понимаю, понимаю. Может быть они растели? Конечно, потому что не по теме. Какие-то животные. Это мультфильмы. Ну, мультфильмы уже животные. Но они-то животные. Так, кто выбирает Алексей? А что это, допустим, если я не смотрела этот мультфильм, а? Ну, ты ей не ответила. Ну так... Поначалу этот сериал не был принят даже в известную антологию Шонен Джамп в 16-м году. Но создатель «Жемчуга-дракона» Акира Торияма написал письмо Куба, чтобы тот продолжал работу. Это предопределило всемирный успех. Бля, нахуй я ответил? Давай, злой. Сериал... Я вообще фока на аниме буду сидеть. Блин, бля... Да, это правильно. Именно так. Сперли, блядь! Сюда, хорош. 2000-го. Я хотел сначала вам писк сказать, но ничего я не сказал по поводу этого. Выбирай. Аниме за 800. Это мрак. Этот фильм «Хао Миядзакни» единственный удостойный премии «Оскар». «Унесенный ветром». Ты где-то неправильно ответлой. Блядь. Унесенный призраками. Блядь, с призраками. Блядь, дай мне нахуй! Ветром! 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 Я перепутал, блядь! Надо было мне засчитать, как этому пчелкину на... А ты что сказал? Ветром. Как пчелкину, блядь. Блядь, ну да. Пчелкину, музови читали, мне нет, блядь. Машнилой, я машнилой. Ну ладно, ладно, ты хотя бы аниме выбрал свой вопрос. Вы что, злобу отдали? Кота в мешке? Кто это мне отдал его, блядь? За 200? Это не я, блядь. Или за 1000 играем? За 200 играем. Точно? Да, это не надо, не знаю, что за вопрос. Это в легкий вопрос. Тема Гарри Поттер. Давай. Она старшая дочь Сигнуса Блэка и Друэлла Розье. У нее есть две сестры. Андромета Тонгс и Нарцисса Малфой. А также два кузена, Сириус и Регулус Блэк. Это ведь, я не знаю имени, блядь. Хочешь подскажу, злой? Давай, давай, давай. Не надо подсказывать. Не надо, тогда не буду. Ебать вы крысы, я не знаю, это подруга кучерявая летала. Паскажи чуть-чуть. Да я не знаю ее имени, блядь, да я не знаю. Кучерявая подруга. Я не знаю. Кому не засчитать, а? Я не знаю, что это. Белатриса. Да, Белатриса Лестрэндж. Да я знаю, как она выглядит, но я с ней не общался ни разу. Я не знаю. На свиданку не поделаешься. Не пострижуешься с ней. Пора пожаловать в блинный отряд. Опа. Выбирай, Артур. Давай, аниме. Спасибо большое за самостоятельный сап, спасибо. Это мета-жанр аниме и манги, целевая аудитория которого дети в возрасте до 10-11 лет. Данный жанр является одним из наиболее старых, так как первые аниме создавались именно для детской аудитории. Ну давай, злой. Я не знаю. Ну я вам пачку не сказал бы, блядь. Аниме для детей создавалось? Хентай. Пишут хентай. В импачке. Хентай реально, у меня малой смотрит хентай. Поняли. Это жанр. Блядь, ну это в импачке. Правильный ответ. Команд. Команд. Я не знал. Я слышал, я не знал. За 200. В Китае запретили этот фильм, потому что школьники стали записывать имена. Драть смерти. Именно так. Да чтоб ты сыром срал, блядь. О, сыром срал, это зло, за что такие пожелания? Гарри Поттер за 400. Это заклинание поднимает... Блин, я... Правильно. Это чё дает мне, сука? Это единственное заклинание какое, я знаю. И Хайдинг сравнивается с Чебек. Гарри Поттер за 200. Роулинг утверждает, что буква Т в конце этого имени на самом деле не произносится, ведь у него французские корни. Гарри Поттер за 200. Буква Т в конце имени этого персонажа. Ну вы чё? Да я ебу, блядь. Я не... Блон-де-морт? Да. Блядь, я только додумался. Сук! Ну да, Блон-де-морт. Я все имена перебирал, перебирался. Блин, блядь. И Хайдинг вырывается вперёд. Марк, выбирай. Ненадолго. А просто ставкой. Я не хочу сжать нихуя, не надо, нет. Нет, не надо, нет. Бля, русский рэп, я буду большим глупоем, если я поставлю на русский рэп. Алынам бить, желательно. Как сказать? Бляк, а как поставить-то, я понимаю, номинал нажать или чё? А ставка, да. Ну да, 700, ладно, поиграем. Опа, Хайдинг, борьба. Ничего себе. Витя и Марка. А, играй, брат. На 800. А, подожди. А, я крестик нажал просто, а не пас. Чё делать? Давай я тогда за тебя нажму. Ты хотел пас играть, да? Да-да-да, пас. Да-да-да, пас. И играет Хантик. Русский рэп. В начале карьеры он считался рэп-исполнителем, но позже ушёл в рок-направление. Его концерт 2016 года. Блин, да-да. Раз за разом, ну тут нужно дождаться, пока всё пройдёт. Запрещают местные власти в 2020 году. У него вышли совместные треки с Монеточкой, Бастой и Легалайзом. Он победитель седьмого официального батла хип-хоп.ру. Надо было олынить. Кто знал, кто знал. Это абсолютно правильный ответ. Я бы не ответил. О. Марк. Всё сильнее впереди. Якобы слив этого трека Моргенштерна посмотрели 54 миллиона человек. Кадиллак? Да, именно так. Ебать нахуй, чел, блядь. Шарит в русском рэпе, я в ахуе. Да. Газбол за 200. Леандр. Эта карта была добавлена в соревновательный пул-карт только в 21-м году. Злой. Блядь, на В начинается, забыл! Вертига ты имеешь в виду? Вертигу! Это неправильно. А, как? Эншент. Да, его так... Главное, Алексей, вырубил, погиб, подсказал такой! Вертига! Ебать, Алексей, подъебу! Подожди, подожди, ты спросил на В, я тебе сказал Вертига. Ебать, Алексей! Красиво, Алексей, красиво. 24 января 2020 года он выступает за Na'Vi. Свой первый матч... Бит. Это неправильный ответ. Сори. Суперный матч за рожденных побеждать сыграл 1 февраля. Бумыч? Неправильный ответ. Блядь! Это Алексей сказал! Перфектно. Так он сказал Вбит. Да, правильно. Арина в чате пишет Симпл. Так, давай животные за 800. Они ближайшие родственники ныне вымерших мамонтов. Слоны. А почему? Я же нажала! Хантик, Хантик, раньше нажал. А, блядь, реально слоны из-за того, как легко? На 800? Ну да, это же мои вопросы! Он считается одним из лучших капитанов CSGO. Он стал первым... Пусть будет Зевс. Неправильный ответ. А что вы решили не дослушать вопрос? Он стал первым игроком вместе со своими товарищами по команде, выигравшим 4 мейджора по CSGO. Симпл. Это неправильный ответ. Блин! Только если Глэйв. Идры мейджора подряд. Последний IEM, который с 19-го года. Это Глэйв. Давайте Глэйв. Да, это правильно. Сиболёх. А, блядь, капитанов, я думал, тренеров, блядь, всё это время читал. За 800. На какой карте изображён этот вентилятор? Кто нажал, блядь, или не еду? Хантик, что? Офис, может. А, нет, неправильно. Ага, нет картинки, Хантик. У меня есть. Стоп, у тебя нет картинки? Нет, тоже есть. А, нет, нет. Ты говоришь, карта офиса, это неправильно. Я жму на паузу. А, всё, терпуилась, терпуилась, терпуилась. Так, отжимаю паузу. Мираж. Да, правильно. А, Мираж, точно, точно. Я нашёл первый, блядь. Не-не-не, я правильно. Давайте, если будет картинка, я нажму на паузу тогда, а то увидим. Я нажал первый, блядь, но у меня не сработало, блядь. Давайте не нажимать на мои вопросы. Ну, зато Хантик потерял баллы за это. Так, кто идёт по твоей вопросу? Нет, ну надо же отвечать, что надо же как-то. Да, давайте не будете нажимать. Да. Не, а мы будем. Заполев, это животное может стать полностью чёрным. Привычные цвета вернутся позже. Хамелеон. Именно так. А, блядь. Ну, а кто ещё может менять? Прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно. Пошёл он нахуй. О, за что? Зашёл, Мираж. Мираж. Извиняюсь. Витя, выбирай. Да. Ну, выбор небольшой. Опа, код в мешке, а кому же пойдёт? Блядь. Предлагаю. Ну, я лей кину. Давай мне, давай мне. Вися, давай мне. Не, я лей кину, попробую спасти чуть-чуть. А, давай, да. Ну, либо закопать. Либо закопать, да. Давай, давай, Лея, реально. Лея отдаёшь, да? Лея, будем играть за 200 или за 1000? За 1000, Лея. Давай за 1000. За 1000 давай. И Лея играет животных, поставив 1000. Что мне делать? Итак, мы не знаем о чувствах в животном мире, но самцы этих насекомых за любовные успехи расплачиваются в потере головы в прямом смысле слова. Это пауки. Блядь. Паук. И, к сожалению, это неправильный ответ. Багамол! Блядь. Ну, уже поздно. Пауки! Ну, да, ты сказала богамол, к сожалению. Блин. Я сказала богамол. Мне засчитали минус, да? Ну, да, но, к сожалению... Мне самое первое, что было, потому что пауков тоже их, ну, едят. Ну, самка богамола это самое первое, что она едят. К сожалению, да. И животные за 600. На создание образа этого персонажа, звездных войн, Джорджа Лукаса, вдохновил его пес, сидящий на переднем сидении автомобиля. Это не вопрос про животные. Я не знаю, ну, может, R2-D2? Это дурак. Ну, типа, не, ну, типа, пес, он же сидит, R2-D2 тоже такой сидящий. Да, именно так. А, ну... А, Чубака. Бля, я подумал, Джабахат. Не, не было лучше настолько, типа, именно образ именно прям собаки. Ну, я не знаю, какое у него животное, но, типа, Чубака максимум подходит. Ну, смотрите, Лея говорит, что это не вопрос про животных. Я не согласна, потому что здесь главную роль вопроса как раз исполняет животное, потому что, ну, как бы, про него речь, то есть... Но это про фильмы. Это фильм. Это в рубрику фильма идет. Почему? Я тоже думаю так. Да, это не про знание животного мира. Ну, мне кажется, такой вопрос мог пойти и как в фильмы, так и в животных. А, Маш, ну... Не, ну, типа, ответ Чубака, если, например, фильм-то не смотрел, например, шарик животных, наверное, да, ты не ответишь. Ну, нормально, идем дальше. Ну, вопрос, как бы, изначально про пса. Ну, не знаю, ребят, мы можем так останавливаться на многих вопросах. То есть, например, в теме КСБу я согласна, что это, ну, не 1,6. А здесь все-таки речь идет о псе. ХЗ. Ну, типа, очень спорно, Диночка, очень спорно. Давайте дальше. Я приму к сведению. Спасибо. Потом все выскажем ей после. Очень спорно. Допустим, вопрос о тому же, от животных, у которых постоянно возобновляются зубы, да. Вот это вопрос о животных, это ответ акула. Но ты его к фильму как присобачишь? Нет. Вот. Ну, такое. Я предлагаю все-таки во время игры мы не будем сильно заострять внимание на обсуждение. Да, да, конечно. Я всегда после розыгрыша той или иной партии пака говорю, что если есть какие-то претензии, т.д. Разумеется, мы обсудим с нашим пака-создателем. Что? Хантик. Да, ну... Да, давай дальше. Вот. И, чат, если у вас тоже есть какие-то вопросы или претензии, вы не согласны с каким-то моментом в вопросах, вы можете это написать удобнее всего под постом с анонсом своей игры. Вот последний пост в телеге, в телеграме Диноблин, и наш пака-создатель смотрит это все и принимает к сведению. Вот. Так, чат, поставьте сейчас смейл мод, пожалуйста, на время. Это у нас разыгран второй раунд, это были вопросы по вашим темам, и у нас лидирует Хантик, так что поздравляю красных, синие, что с лицом, Хантик, в этот раз одеяло на себя натянул как следует. Вообще справедливо, он так ебашит, просто жесть. Посмотрим, что будет. Да, у Дени, блядь. Я тоже не сильно отстаю, не сильно отстаю. Да, да, Вит, согласен, тоже. Вит, ты тоже красава. У Вити три семьсот, у Злова четыреста, у Юли триста, у Алексея минус шестьсот, у Леи минус тысяча двести. А мы продолжаем третий раунд. Модераторы, заберите новую ставочку. Две шестьсот минус, а не тысяча двести. Да, тысяча, две шестьсот. Заберите, пожалуйста, новую ставочку. Третий раунд. Фильмы, компьютерные игры, актеры, актрисы, кулинария, алкоголь. Сюда. Рисование. И я, ты выбираешь. Рисование тысяча двести. Сейчас Хантика будем разъёбывать. А, тыкай. Тыкнула. Это произведение искусства, обычно картина, состоящая из двух частей и выполненная. Диптих. Да, именно так. Чё? Что? Да, плюс тысяча пятьсот. Пошла комбэч, да? Я только дикпик знаю. Что-то дикпик. Витя. К сожалению. За 1200 рисование. Растирание на листе бумаги, линий и штрихов, проведенных карандашом с ангиной, пастелью. Называется так. Растирание. Я не думала, что у этого есть какое-то. Хуй знает. Растушёвка. Да, именно так. О, левый плюс. Посидим, покайфуем. Как я занимаюсь. Рисование за 900. Уберите мою моду. Самая дорогая картина, когда-либо проданная на аукционе до 12-го года, он, Эдварда Мунка. Крик. Да, именно так. А, точно только я знаю. Алексей вылезает из минуса. Я красавчик. Потому что мы недавно делали на стриме, сбоёвал, переделывали, короче, её вставляли в крик. Идеально получилось. Алексей, выбирайте. Сюда, алкогольчик, поехали. За 300. Боюсь. Самый распространённый способ её употребления — лизни, опрокинь, кусни. Да, блять. Да, Алексей, правильно. Солка. Бля-я-я-я. Алексей оседлал свою тему. Этот вид рыб из семейства окунёвых дал название дикому коктейлю, от которого водка стынет в жилах. Ёрш. Именно так. А, бля-я-я-я. Витя крадёт его, Алексей. Что с этим пробило, бля-я-я? Витя, давай, нахуй эти алкогули. Давай, давай в фильмы погнали, нахуй. 1500. Фильм из полторы. В ответе название известного фильма. Уроженцу Огайо Фрэнку Фрэшоу и Терсу для того, чтобы совершить это, достаточно было всего лишь усердно работать и соблюдать правила распорядка. Фрэнк Фрэшоу. Бля-я-я-я. Название фильма. Ответ. Это название фильма. Вы его все смотрели и знаете. Правила распорядка соблюдать. Бля-я-я. Побегать Шоушенко. Бля-я-я. Фильм один раз. Я так айпанул от него, что я забыл, что у него. Это был за полторы вопрос. А вот этот фрэнш какой-то этот, это челик, который в реально жизни. Да, главный герой, да. Да, спасибо. Не помню. Почтем, пойдем дальше, 1200. Опа, кот в мешке, надо отдать. Бля-я-я, Витя, не надо. Ну, точно, точно не Хантику. Точно не Хантику. Мне кажется, кстати, я бы и не ответил, Витя. Витя тактик. Я поддержу зло, наверное. Бля-я-я, Витя, вы сгоняли, бля-я-я-я. Злой, ой, Витя, хорошая поддержка. Блой. Играем за 300 или за полторы? За 300 играем. Уверен? Ну, ладно, за полторы. Лёхи-лёхи-лёхи. Хорош. Красава. Окей, за полторы. Красиво, смелый. Я подскажу. Этот скандальный фильм Алексея Балабанова был снят с проката многими кинотеатрами после первых дней показа. А, я понял. Скандальный фильм Балабанова. Я с Украиной, бля-я-я. Боже, злой, да ты не знаешь, что ты смотришь только украинские фильмы, не так ли? Какой это год? А, не важно. Старый, старый фильм очень. Зелёный слоник, бля-я, текстно. Твой ответ, зелёный слоник? Да. К сожалению, это неправильный ответ. Да я ебу, бля-я. Груз 200, нет? Да, да, именно, да, груз 200. Я смотрела, кстати, очень жёсткий фильм. Я даже не знаю, что это. Очень жёсткий фильм. Почему мы сняли? А почему сняли? Ну, ты видела его? Там, например, насиловали бутылку и всё такое, осуждаю. А, да, я запишу посмотреть. Не поддерживаем такое движение, конечно. Это очень жёсткий фильм. Груз. Записала, да? Да. Квик, чекни ЛС, Квик. Бля, злой, ты там Квика против меня настраиваешь, что ли? Компьютерные игры 900. Покупки в этой игре в жанре Tower Defense совершаются в магазине Безумного Дэйва. Аккуратнее с растениями. Алексей? Алексей? Про растения, где пришельцы атакуют. И ваш ответ, Алексей? Не знает он сюда мне. К сожалению, у Алексея нет ответа. Забыл, забыл. Кто-то ещё? Да иди отсюда! Да хуй! А что, Хантик? Лэнс Вззомби? Да, именно так. Видимо, злой тон. Бля, ну что за хуйня? Ну я тоже да, знал. Бля, кайфа поиграть с неё. Я понял, что там, блин, кнопочку тыкает. Хантик, а ты сейчас, типа, тыкал на неё быстро или что-то делал? Мем нельзя просто так взять. И появился в десятые. И стал известен благодаря этому актёру. Шон Бин? Да, правильно. Выгонять его нахожусь. Не красава, это хорошо сейчас будет. За что, Хантика? Начиная с первого появления в фильме «Маленькие женщины» в 1994-м, он набрал и сбросил почти три центнера. Ого! 274 килограмма. Сбрасывал 30 кг. Кристиан Белл. Именно так. Именно так. Ты по машинисту угадал? Написано в этом. Зелёная книга. Да, именно так. Молодец. Именно так. Рад, но не от чистого сердца, конечно. За 600. Этот фильм с Бенисио Дель Торо и Джонни Деппом в главных ролях является арт-хаусом, а вовсе не фильмом ужасов. Ну, а как он называется? Бенисио Дель Торо, Джонни Депп. А если одно слово из фильма назову, может там два вроде слова? Нет, не знаю. Вообще не буду. Но если то, о чем я подумал. Ты об этом подумал, страх и ненависти. Ааа, что-то темный про вампиров. Помнишь, уже, вовсе не смотрел. Темный на... Синя за 300. А, мрачные тени были. Бывший наемник становится сверхчеловеком поневоле. Безбашенный блокбастер о самом дерзком супергероя Marvel. Детпул? Да, именно так. Да иди ты нахуй, боже мой, блядь. Это ебаная кнопка, я еще сломаю, блядь. Кажется, злой тоже знал ответ на этот вопрос. Вопрос со ставочкой. Хантик, мне можно. О, кто-то может сейчас оторваться. А, со ставкой? Актер и актрисы. Блядь, актер и актрисы, я будешь, что опять актера забуду, если даже знать буду. Да, да, ну, нахуй. Как Хантик отгадывает. Давай, Лан, так. Ого. Ого. Я вообще вам банк хотел, но вам что-то яиц не хватило. Что скажет Хантик? Увеличивай, будешь. Увеличивай, будешь. Типа много очков, ты можешь уснуть, например, тремя тысячами, грубо говоря. Хантик. О, ну, ребят, сейчас пойдут торги, давайте. Давай три, давай три. О, и ведь играет за три. Актеры и актрисы. Не получили тем, как начать актерскую карьеру. Он не брезговал никаким занятием. Он работал вышибалой в одном из баров, убирал нечистоты в звериных клетках и профессионально играл в карты на деньги. Ну и стал жеребцом в порно-серонах. А, ну, блядь. Это салон. А, конечно. Да, это правильный ответ. Я бы не назвал. Я бы не назвал. Не назвал, бухантик. Эта красавица самая юная в истории героиня обложки журнала Vogue. В девятом году она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия. Поху, Анжелина Джоли. Это неправильный ответ. Блядь. Ладно. Легко пришло, легко пришло. Чудовищный принц Адам, наверное, очень рад. Красавица в кавычках. Чудовищный принц Адам. Вам намекает. Блядь. Блядь, я не ебу эти фильмы, блядь. Не смотрел их, блядь. Я бы никогда не заканчивал с девушкой досматривать хоть один фильм, блядь. У меня один вариант, но я боюсь. Я думал, что Лоя Морис. Эмма Уотсон. Красавица-чудовище. Я думал, это из убивашки, которая у тебя девочка. А, ёпта. А, Хлоя Морис. Добьём актёров. Добивает актёров. Бэткомедия очень часто рофлит над этим актёром. Крестандер Невский, Невский. Это неверный ответ. Да мы не можем, мы! В обзорах на фильмы «Викинги» и «На районе». Бабки, сука, бабки. Бэт-бабки. Данил, как он? Ну вот как он, Алексей? Ну вот как он? Как он? Как же он? Как же он? Режиссёром потом стал, этот фильм снял. Я забыл, забыл. У вас нет ответа, к сожалению, да? Да, он снял этот фильм про самолёт. Он там принял участие главное. Да, и он так Козловский. Да, Козловский. Ебать, пикантик просто вылетает вперёд, блядь. Просто на мой взгляд. Витя, 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 первый. Писать, как бэткомедиян рофлит и не вставлять Александр Невского в ответ, это кощунство. Блин, да, Господь, согласна. Витя попался, попался. Наебаль. За 600 компьютерной игры. В названии первого Варкрафта 94-го года фигурируют эти две расы. Горкие люди. Да, именно так. Аж хорош. Алексей возвращается в новое, красиво. Красивый, блядь. Ой. Алексей выбирает. За 300. В играх-стратегиях этим английским термином на сленге называется «быстрая атака базовыми юнитами без особого развития». Раш. Что? Раш, блядь. Да, именно так. Блядь, я думал сплитбуш. Я тоже штыкал, да. Сплитбуш. Алексей пошёл. За 1200. Поздние игры этой серии созданы по мотивам мифов о нацистском оккультизме и смешивают Вторую мировую войну с магией и мистическими явлениями. Первая игра вышла в 81-м году. Только был Волфенштейн только. Это правильный ответ, Алексей. Это правильный ответ. Ух, как же. Это, блядь, что это братья обороты. Сюда. И за полторы. В последних миссиях Modern Warfare 2 электроника в оружии не работала по этой причине. Эми, атака. Эми, эми. Что? А, электроника, ядерный взрыв. Это оно и есть, чат? Эми, да. Эми, да, эми, атака. Электроника не работает при эми в взрыве, блядь. Ну там, как ответ? Ну, я, давайте, я зачитаю. Атомная барбартеров в США, это оно и есть, да? Да, да, да. Окей, легитимное, зло вырывается из минуса, и у нас никто сейчас не в минусе. Молодцы, молодцы. Зло выбираешь. Кулинария, блядь. За полторы. На Руси их называли лесной говядиной. Их? Оленина? Нет, не правильно. Лесная говядина, в кавычках ведь. Блядь, ну, я долбоёб, грибы. Да, правильно. Я тоже подумал, грибы, блядь. А я сижу, думаю, может какие-то конкретные грибы, типа, блядь. Всё проще. Давайте кулинария. Кулинария за 1200. Вопрос с секретом. А пишут, что... Это я дарю кому-то, да? Да, ты должна дать. Пишут, что Эми, это другое. Чат, мне нужно... Но злой сказал, атомный взрыв, по-моему. Электромагнитное излучение, Эми, по-моему, нашу ровно. Но потом говорил про взрыв, Лан, давайте оставим ему. Так, кулинария, давайте... Ну, взлома, наверное, злой. Дайди кулинару! Чисто все. Это серьезное слово, блядь. Я думал, ты мне дашь, блядь. Артур. Не, почему ты же, мы играть в кулинарию за 300 или за полторы? Не, за полторы сюда. Не, злой, у тебя 400, я наобороте реально сапорчу. Типа ты ж сильно не потеряешь, если что-то. За полторы. А за полторы? Первая в истории, ну, злой выбрал, кулинарная книга была написана в этой стране. В основном рецепты в ней были из морепродуктов. Морепродуктов, злой, ты сможешь. Блядь. Морепродукты, это тебе подсказка. Швеция, Швейцария, что-то в этом. Давай, давай, где есть море, где есть продукты. А, ну, там же море есть, наши царь. Море, блядь. Идите, нахуй, просто я не знаю, серьезно. Не, Украина? Не, Украина? Не, Креция, блядь. Да я не знаю, какая Италия, блядь, что ли. К сожалению, неправильно. Какая-то Куба, Ямайка, блядь. Греция. Греция. А, не, сложный, кстати, вопрос. Я думал, знаешь, конья, какая-то. Да, япония, китая. Да, тоже япония. Спасибо, Витя, я приеду в Москву. Очень сильно буду рад тебя видеть. Погоню, брат, я не очень часто обратно пишу. Алкоголь за полторы. Недавно в России стали производить марки этого крепкого алкоголя Винсент Ван Гог премиум. Ебануться. Так, Алексей? Алексей. Да, у меня только один вариант, но... Ну, это рискованно. Пусть будут виски. К сожалению, нет. Алкоголь уносит Алексея в минус полторы. Коньяк. Чатик знает. Я не буду рисковать, это глупо. Рисковать на 1500 в таком вопросе. Абсент. Абсент, блядь. Я не ответил бы. Нормально. Абсент. Та еще залупа. Ой, я один раз только пробовала, горло себе сожгла. Вон, да, правильно пить еще. Ну, да, там поджигали вот это все. А, пары там надо, да, сначала пары нюхать, потом... Злой выбирай. Алкоголь, блядь, 1200 к папе. Бирдеккель у немцев очень важен для пивных традиций. Он выдается всем вместе с кружкой. Что это? Алексей. Что такое бирдеккель? Сосиска. Блядь, я... Злой! Нет, это не сосиска. Сосиски выдается! Блядь, было бы круто! Блядь. Это художественная краска. Тема рисования. Пигмент, который удерживается... Акварель. Да, именно так. Именно так. Плюс 600. Выбирай. За 300. Считается, что на картине этого художника изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо Дель Джокондо. Монолиза. У нас нажал хантик, нужно назвать художника. А, точно? А, точно? А кто нахуй нарисовал Монолизу? Я не знаю. И... Нет ответа у хантика. Блядь, какой же я еблан. Да винчи? Да, именно так, Алексей. Сука, да винчи забыл, блядь. Дикабрь, вы пишете в чате. Ну, Джокондо, я только одно знаю у него, и все, алкоголь. Джокондо, это из фильма 6-я рота. Алкоголь. Это у меня 900 автоматом стоит? Я не ставлю, блядь, каких ставок. А-а-а. Итак, Юля ставит тысячу. О, неплохо, неплохо. Торгуемся. Аукцион на алкоголь. Аукцион на алкоголь. Аукцион на алкоголь. Лея пасует, хантик пасует. Да я тоже. Да ладно? Ты же играешь на алкоголь тысячу? Я не алкоголик. А, сервис Яндекс.Музыка сообщил, что один москвич прослушал эту песню 1186 раз. Удивительно. И это вопрос по алкоголю. Тема алкоголь, Юль. Виски, кола, королева, танцово. Москвич прослушал эту песню. Удивительно. Это не просто так, да? А-а-а. Я знаю, что это, боже. Так, тема алкоголь. Лепс, лепс. К сожалению, у Юли нет ответа. Блядь. Нет, в Питере пить. В Москвич. Любительно. А чё за хуйня? Наебали. В смысле, вы опять недовольны, что тема алкоголя... Нет, нет, я недовольна собой. А чё-то, кстати, догадался. Чё-то догадался, молодцы. В 1904 году рецепт этого салата от французского повара... Оху, Оливье, нахуй. Именно так. Да, блядь, это не нажимается кнопка! Так это чё бы я перекликал? Чё бы 10 тысяч, вырывается. А, вы знаете, что Оливье это придумал французский повар в России? Так только что сказали, что написали. Там в вопросе был. Да. Колбаса в 1936 году получила такое название. Докторское. Именно так. Пиздец, блядь, ебать, они отвечают. И за 300. Это эту штуку часто называют японским хреном. Васаби. Блядь. Да я ебал, блядь. Я тоже, у меня вообще не работает кнопка просто. Мне нужна новая клавиатура, я заказываю, блядь. А Лея просто собралась и камбэкнулась. Ну что же, подходим итоги. У нас на первом месте Витя ЧБ, возвращает лидерство. На втором месте Квик Хантик. На третьем месте Лея, она камбэча жестко. Вырывается вперед. Юля на четвертом. 200. Минус 1200 у Алексея. И минус 2300 у Злова. Нормально, Злова, нормально. Они мне скидывают секретные вопросы, эти блядские, блядь. И меня ебут эти. Ну, кстати, реально все коты уходят в Злова. Ребята, что? Модераторы, сделайте, пожалуйста, ставочку на последний раунд. Это у нас три раунда были разыграны. И сейчас будет последний четвертый. Так что злопа даже... Наших вопросов уже не будет, да? Да, сейчас будет вообще 10 тысяч ровно. Это как, вау. Красиво, да? Спасибо, спасибо. Приятно, спасибо большое. Сейчас я их могу проебать спокойно за... Там же очень много очков, да? Да, там дорогие вопросы. Ну, плюс два кота и два аукциона. Ну, всех это, конечно, достался злобу. Хантик, ты рисковать будешь ли ты аккуратно будешь играть? Чатик, делайте ваши ставочки. Если бы пойму, что надо уже рисковать, а не сидеть, то надо. Делайте ваши ставочки. Понял. Итак, все готовы. Никому не нужно пописать, отбежать. Это последний раунд, нет? Да, это последний раунд. Го, поехали. Летс го, летс го. Давайте, да. Пока все на чиле, так сказать, расслабоне. Ну что, тогда приступаем к финальному раунду, который все решит. Ну, так-то шанс есть у всех, потому что вопросы дорогие. Четвертый раунд. Да, Владимир Хиле, мы помним, что это вы создали свою игру. Я думала, это тема. Жизнь Владимира Хиле. Смартфоны. Я, кстати, ему как-то донатила. Здороваемся в песнях. Я тоже. Матрица 100. Только и. Дам. Молодые. Бля, чего? Давайте объясню. Где 100 и дам, это значит, что в этом слове точно будет 100 или дам. Например. Там 100. Простофилия, например. Дамский, например. Ну да, да, дамский угонник, там что-то такое. Только и, это значит, все гласные там и. Вот. Ми-ми-ми, типа. Бля, будет сложно, походу. Да, я думаю, что вы возьмете. Ну что, у нас злость будет. Просто взорваемся в песнях, это че. Смартфоны. В этой бывшей советской республике 2016 года запрещено проносить смартфоны в государственные учреждения. В основном запрет применяется для простых посетителей и СМИ. Бывший советский. Бля, я долбоеб, Иваны, Молдова. Это неправильно. Я тоже хотел сказать Молдову. Ну, республика, я думаю, республика, что... Ладно, я рисковать буду похер. В государственные учреждения. Последние, я тоже, да, да. Республика, какая еще республика есть, кроме Молдовы? Да много есть. Узбекистан. Да? А, Узбекистан. Туркменистан, Узбекистан, Казахстан. Казахстан. Никто не угадал. В чате пишут Корея. Корея. Да, бывшая советская республика Корея. Корея. Северная Корея. Можно вернуть тебе времена. В Северной Корее там, конечно, много запретов. Только И. Как звали самого молодого из 13 спутников Торина и Биль Бабаггинса и его брата? Вилли и Дилли? К сожалению, нет. Властелине колец не было таких. Билли, Вилли, Дилли. Как нет? Ой, похер. Торина. Я не смотрел. Самые молодые. Биба и Боба. Пупа и Лупа. Они же реально были какие-то? А, Килли и Вилли. А, я почти угадал. Билли и Дилли. Килли и Вилли. Вообще похер. Килли и Вилли. Алексей обгоняет слово. Нормально. Нормально. А дам это что там? Там внутри будет дам. Ну или начинается с дам. Это выражение в переносном смысле. Дамоклов меч. Именно так. Видите, как работает? Дамоклов. Дамоклов. Хороший Алексей. Я даже не знал, что это такое. Хороший Алексей. Пог. Еще Алексей раздевает. За 1600. Два слова в ответе. Кинопоиск говорит, что за всю историю вышло более 25 сериалов, фильмов и короткометражек в страшной тематике с таким названием. Дам. Два слова в ответе. Одно из них с дам. Страшилки. Давайте. Дам. Блядь. Такой легкий ответ. Я прям представляю. Я не знаю. Что ты тогда не нажимаешь? Пиковая дам. Прикольно. 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 Блядь, только недавно вызывали. Только баллов просрали. Никто не отвечает. В мае 2009 года он стал финалистом восьмого сезона реальти-шоу American Idol. What do you want from me? Я, наверное, неправильно пропела, но да ладно. What do you want from me? Блядь, Адам Левин? Как еще раз? Адам Левин? К сожалению, нет. Ну, блядь, ну, одну букву, может, перепутал фамилии. Адам Ламберт. Да, да. Получается, нет, но... Витя. Получается, за всю фамилию Витек. Получается, да. Ну, это одно и то же. Это один тоже человек, мой псевдоним такой, блядь, чат Машните. Да? Это правда? Да нет. А, Витя. Витя начал мошнить, но постеснялся. Начал обманывать, но постеснялся. А молодые, я не понимаю, что это? Ну, давайте... Левин из интернов. Молодые за две тысячи. Эй, блядь. Это вот он в молодости. Это русский актер, я таких не знаю. Вы его все знаете, ребята. Он очень знаменит. Реально? Это Путин. Наш президент лучший. Все его знают. Сейчас замолчали. Юрий Гагарин. А, блин. Похож, похож, кстати. Похож, да, да, глаза. Так, здороваемся в песнях. Опа, Кабу пойдет этот кот в мальчике. Человеку не нарушать традицию. Вы хотите сделать самый большой минус? Ну, давай тебе уже. Не, ладно, кто хочет, кто хочет. Без разницы, давай, кому хочешь сама. Я песню не шарю. Я могу, если хочешь, я могу. Я тоже могу. Витя, Витя, будешь отвечать? Да, все могут. Давай, хочешь, давай. Витя, давай ты. Ты слава отдала, Юля. Да, ты слава отдала. Злой, Артур, будем играть за 400 или за 2000. Это случайно. Это случайно. За это уверен. Да, за 2000. Я тоже за 2 хуярил, наверное. Хорошо. У группы Дюна есть песня «Привет, с прошлой». Бля, серьезно? Охуеть! Привет, с большого баду! С большого? Алексей? Поехали, с тихо. Привет, с большого... А, ты не знаешь? Зачем у вас? О, это ты знаешь! А, я это не знаю! А, я тоже начал пить. Праздена вскрывать двумя зло. Привет, с больших п Vatican. Пенниса. Я уже подсказала, ему л мол. Артур, твои ответы. Я не знаю, блять, этих пенисов. Привет, пенис, не рай. П dioxide! Привет, с большого бадуна. Именно так. Бля, 25. Лёха, петь, это на звонке стояло. На этом, на будильнике. Реально. Мне только 25. Пощадите меня. А у Ханяки на звонке стояло. нет ни у друга внутри или вначале в конце будет 100 это наречие устаревшие она означала много раз сто раз то хуище ведь в духе еще нет сто крат да именно так 1 приветственная англоязычная песня заработала целых шесть грэмми адель hello именно так алексей вылезает из минуса оставляет там только артур злого алексей выбирает и 1 канделаки за руси песнях всем привет меня зовут влад а4 и это были что нужно ответить нахом все минус очки ну а 4 kids что что нужно это строчка из песни группы не пара стала знаменитым в россии мемом который показывает реакцию на что-то неожиданное что что у них за песню снова здравствуй снова как дела нормально нормально песня жестко взрослых песнях за 400 я никогда не была твоей мы вместе были в кругу друзей ты провожал меня до дверей я говорила что говорила аллегрова точнее с кем здоровалась снова здравствуй да именно так лёха чё ты не ответил я удивляюсь а я что-то протупил что читаю тексты молодые за 1600 путь за путина засчитайте мне как вы меня вы отняли мне за путина баллы путин это неправильно ответ да именно так молодец расслабился думаю не буду жать и теперь у хантика 10000 ровно обама да это правильный ответ красава злой обама мы приедем и он молоды за 400 это сложно по взгляду нажал это не правильный ответ какой тарзан-то и батя тупой это вообще девушка что-то девушка что-ли это мальчик я знаю это правильно это джонни дэпс я просто на секунду полу вдруг это девушка ты считаешь что только и в ответе одни и гласные будут это не только атолл в тихом океане значительный вклад в его популяризацию в 1950-е годы внесли актрисы бриджит бордо и мэрилин монро что такое атолл это какое-то обозначение описание какой-то остров или что-то такое блять я географ бриджит бордо и мэрилин монро коралловый именно коралловый остров и кинь и ботом давайте дам давай вопроса ставочка и аукцион ребят ну что можно только 900 минимум не не буду я если можно было сотку поставить костюм она этим тема дам тема дама то есть там будет дома где-то в ответе у него есть яйца но я почему-то знаю что там будет ответ что скажет хантик ведь а лучший хантик это последний ребят играть в банк кухне соблазняет хантика играть но он пасует и витя играет внимание без подсказок этот город двадцать первом году решил лишить туристов из других стран амстердам это правильный ответ 13 600 потому что риски фортуна знает свои герои от хантик решил не рисковать витя комбайкает и он обгоняет хантика на 3200 у хантика мимо еще остаются шансы ведь и выбирай блять тема хуёвый конечно ну давайте смартфоны до 1600 но для меня хуёвый этот изобретатель предсказал появление современного смартфона в 1926 году да правильно витя 15 200 за 1200 по данным м видео эльдорадо в двадцатом году лидером по продажам стал этот это неправильный ответ самсунг да именно так больше продаю чем 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 холл ой чем xiaomi по данным о еще одна ставочка смартфон смартфонами не вдвоем не получится я не только другая численность измерения я не давно видела моторол за 36 тысяч гривен нормально это дохрена наверное что скажете бочеба говорит пас оху и посмотрим мультфильм из европолис некоторые смартфоны имеют логотип похоже на apple с ней вместо яблока ёпт я знаю что это ну бля это может быть вишенка какая-то отказывайте его ответ сейчас еще есть время да не я не знаю слива пусть будет твой ответ слива и к сожалению это неправильный ответ я не знаю я не смотрел зверополис нет зверополис зверополис я вообще в душе не груша в gta пишут кому дадут по секрету понятное дело зло играем за 400 или за там наверно за биндина на автомат сделал уже все это сделали злой так то я не делала кстати не надо на меня все кроме людей злой в тебя кинули котом за 400 или за 2000 играем злой рискует это вопрос тема 100 он любил называть себя океанографическим техникам он был в действительности выдающимся педагогом и любителем природы я знаю работа для многих людей я была голубой континент открыл я забыл как его зовут я забыл я знаю кто это это неправильный ответ жак и вкус то да пошел он нахуй следует кустов блять не любили в детстве что назвали блять так его пиздец но кстати шутки шутками а христофор колумб принципе тоже подошел бы если бы вопрос был другой прикольно давай злой только и название этой близкой нам столицы переводится как теплый источник а мэром является спортсмен артур гласный только и в ответе и и и и и а я поняла ну к сожалению неправильный ответ близкой нам столица одни и в ответе много вы знаете столицы с одними и даже не вспомнить выполнен из этого материала дамасская сталь нет алексей адамантин адамантий это платформа для смартфонов с человеческим названием и открытым исходным кодом в основе линукс человеческих научках добро пожаловать в блинный отряд что алексей андроид да правильно именно так и тип шка спасибо большое самостоятельный сап какой грузовик чаще всего приходит из дальнобойного рейса какой в ответе прилагательное с 100 внутри грузовик уходит с грузом а приходит какой пустой 100 съемки этого сериала велись в нескольких странах включая великобританию северная ирландия что да именно так игра престолов я просто услышала что сериал я думаю так игра престолов барбоски напишет этот героический город дал название знаменитому вальсу боттон вальс бастон как это важно вальс бастон как это все подходит я не знаю в чате появился ответ 100 100 севастополь лупа пальцы героически выбирай только я сейчас отощу давай за 800 он самый старший и настолько умен зло во всей вселенной его мозгу не дойдется достойного применения джиме нейтрон нет жаль что не дослушала это неправильно да да жаль в теле пузе ему нет равна в теле пузе пинки-винки блять еще раз лой что пинки пинки-винки твой ответ пинки-винки аликом пинки-винки или что не знаю блять пинки-винки блять алё засчитаем взлома конечно там тинки-винки тинки-винки и только и последний она была включена в программное обеспечение iphone 4s 4 октября 2011 года она только да именно так а я не успела и ребята у нас марк ты там не расстроен не мне похуй и у нас осуждай марка в нас убеждает витя чб 144 красиво амстердаму амстердаму спасибо главное было не уйти в минус этой игре у юли 4 600 улей 2 800 алексей 1600 хантик уже даже вышел я вижу да у хантика ноль он к сожалению на аукционе потерял все что было и минус 6 700 артур зло особенно спиннер очень спасибо большое за игру классно спасибо за эмоции спасибо видео с победой когда-то да 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 обязательно спасибо вам до всем спасибо большое за приглашение всем хорошей ночи ребят пока эти счастлива чатик ну что прогнозы многих из вас оправдались видите чб победил мое почтение ребята кто кто думал что витя